Привет, друзья! Ну вот какая красота! Ну смотрите, вот был не оконченный шедевр, теперь оконченный шедевр. Нет вопросов, да? Всё с вашей помощью, с вашими советами, друзья. Кто-то мне предложил больше цвета на цветах добавить, кто-то мне предложил глаз немножко подправить, который слегка-слегка подкашивал. Ну вот, друзья, спасибо вам огромное! И вот последний штрих был, это вот Наташа Кузьмина из Белоруссии мне сказала, ты, говорит, показывал мне картину теперь по скайпу, а не было теперь вот здесь, вот так было в последний раз на картине. А в прошлый раз, говорит, там венок был, это удачная находка была. Сделай венок. Я сделал, вот так вот раскрасил. Ну вот теперь посмотрите, красота! Да, да, теперь мне самому нравится. Спасибо вам, друзья. Таким образом, коллективным разумом, коллективным творчеством мы решили вопрос, который нас интересовал и волновал. И когда мы будем делать мозговые штурмы, решать какой-то вопрос коллективным творчеством, мы решим любые вопросы. Поэтому и наша школа «Человек будущего хомофутурусия». Главное выбрать вопрос, который мы заинтересованы решить все вместе, который одинаково волнует всех и каждого. Подумайте над этим вопросом, пожалуйста. Напишите мне там комменты. И что вы думаете про эту картину? Теперь можем написать оконченный шедевр. Это был не оконченный, а теперь оконченный. И про вебинар я. Будущий. У нас он будет, объявляю, в субботу, 19-го числа, в 20 часов. Объявление будет по всем сетям через 2-3 дня. Текстовое объявление будет дано. Посмотрите. И вот я хочу сказать, что будет на вебинаре. Мы живем в одной системе координат какой-то. Мы живем в каком-то нашем времени. А там как раз-таки такая система координат новая. Там, значит, задача ваша, которую вы хотите решить, засыпая, чтобы было озарение по заказу. Нулевое состояние, другая координата. Там будет 3 координата. Нулевое состояние. Когда вы отошли от решения задачи, состояние безмятежности вызвали и позволили всей вашей природе, всем предшествующим поколениям в русле эволюции, развития человечества к решению этой вашей личной задачи подключиться к опыту поколений. Отошли на ноль. Чтобы эго убрали, рефлексию лишнюю убрали, оценочные реакции убрали. И чтобы пророда синтезировала ответ. Это есть озарение по заказу. И третья координата – это человечность. Но я вам скажу, откуда она берется. Мы же развиваем науку человечности, все вместе создаем, определяем понятие, что такое любовь, творчество, созидание. Ох, Камар опять. Чтобы с Израилем не казалось, как я говорю. Ну что делать? Жизнь такая. Короче говоря, слушайте, я в таком энтузиазме, я научу всех сохранять творческое долголетие, быть молодым, драйв молодости – это такой кайф. Никто не верит, что я инвалид тяжеленный. Никто не верит. Ну кто-то мне там звонит, приходит, говорит, да ты что, ты так хорошо выступаешь, приезжай к нам на дачу, а кто-то меня приглашает на рыбалку приехать, там какие-то рыбы там, ну я знаю, что все эти рыбаки, как говорится, рыбак рыбаковый, я не люблю рыбу ловить, не люблю рыбу ловить, а даже пограничники меня пригласили, я там сидел с этой водочкой, жара, солнце печет, поплавочек стоит, смотришь, смотришь на поплавочек, и вдруг тук-тук-тук-тук поплавочек, и ты раз, дергаешь. Ну я потом, значит, поспал, отдохнул, в общем, эта рыбалка мне не очень нравится, но дело не в этом, они же все любят, говорите, рыбаки, охотники, что я вот такую поймал, там, любят вот это вот, а я не очень люблю вот так вот, я скромный человек, опять комар, ты посмотри, какая у меня реакция, суперская, у вас будет тоже еще суперская. Да, и вот я ночью засыпаю, и как думаю, хорошо, я сидел у речки там у пограничников, ловил рыбку, да, и представил себе этот поплавочек, чтобы заснуть хорошо, и вдруг поплавочек у меня в полусне, тук-тук, 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 и потом, ну, я как раз, и сна выскочил, да, и так до утра, да, и так до утра, а я как раз там буду давать новые приемы. Как настроиться на сон, чтобы лучше спать, как высыпаться, и как создавать ответы, чтобы синтезироваться, озарение по заказу, на ваш волнующий вопрос, мозговой штурм, чтобы происходил, там, в голове, во сне, в приятном таком, кайфовом состоянии, щеканно-теплой подушке, засыпаете, решаете свой вопрос, и убираете там свое «я», я это все покажу, значит, система трех координат. В мире такого не было, хотя каждый из вас инстинктивно всегда это делает. и вы когда побудете на вебинаре, скажете, да я же это делал иногда, но вы делали это не по заказу своему, не по своей воле, а иногда так происходило, иногда так происходило, да, и тогда вы пробуждались утром в хорошем настроении, потому что у вас была идея, а идея – это образ будущего, значит, теперь у вас есть о чем подумать, теперь энергия происходит, да, но вы это делали всегда, но я специалист, как врач-психолог, философ, психофизиолог, писатель, художник, я сумел это структурировать, осознать, осознать, и с помощью алгоритма выразить, выразить, чтобы вы могли это делать по заказу, когда вы захотите, по своей воле. Это и есть вот применение инстинктивных действий, реакций человека, выводящих его из стресса к состоянию творчества. Это и есть, просто все упражнения наши, на этом и построены, на инстинктивных действиях, которые и так вы делаете, но вы просто делали это неосознанно. А когда вы будете это делать с помощью приемов осознанных, упражнений, зная, зачем вы это делаете, вы сможете это делать в любой момент, когда вы хотите. Таким образом вы из человека превращаетесь, становитесь, открываете в себя, трансформируетесь в Творца своей судьбы и решению любых задач. До встречи, друзья!